Впервые за время карьеры россиянина в США его заменили уже после первого тайма в МЛС стартовал плей-офф, и в него чудом прорвалась Атланта. Сначала она в последнем туре взлетела с 11-го места на 9-е, а затем в стыковых матчах победила команду с 8-го места – Монреаль. Дальше у Миранчуку и его одноклубников минимум два матча с победителем регулярного чемпионата – Интер Майами. Конечно, команда с Леонелем Месси и Луисом Суарисом – абсолютный фаворит этой пары, но два месяца назад у них в очной встрече была боевая ничья. Так что надежда, что и в этот раз противостояние двух команд получится очень интересным, есть. Матч начался под диктовку у хозяев. Уже на второй минуте Диего Гамес получил мяч на левом фланге, проткнул его в штрафную на жерде Альбу, а тот отпасовал Луису Суарису, который расстрелял ворота вратаря Атланты. После быстрого гола Интер сохранил инициативу. Месси дважды опасно бил издалека, а затем практически в упор расстреливал ворота – штанга. Миранчук был почти незаметен в первом тайме, но он не единственный в Атланте, кто делает результат. Еще есть саба Лобженидзе. На 39-й минуте Педро Амадор сместился с левого фланга в центр и нашел в штрафную сабу, отрезав изящным пасом сразу трех футболистов соперника. Грузинский вингер получил мяч практически у вратарской и отправил его в дальний угол, один к одному. Ничейный счет совсем не вписывался в логику первого тайма, ведь Интер доминировал и был намного острее. Сразу после забитого мяча Атланта чуть не забило второй. На этот раз Миранчук вывел один на один Джамала Тияри, но тот не сумел даже нормально пробить по мячу, и он улетел заметно левее ворот. Для Миранчука это было последнее яркое событие в игре. В перерыве встречи Роб Валентина заменил его наш Андрей Силву. Это было очень странное и неожиданное решение. Еще ни разу Миранчука не меняли в Атланте так рано. Обычно он вообще доигрывает игру до конца. О ярких игровых причин снимать россиянина с игры у трения не было. Про возможные повреждения американские комментаторы во время матча также ничего не сказали. Помогли ли Атланте замены? Не помогли. Мяч совсем не задерживался у гостей, позиционные атаки не получались, а команда еще и лишилась футболиста, который мог создать опасный момент на пустом месте. У Интера таких футболистов целая куча, и все оставались на поле. Вот и Жорди Альба прибавил к своему ассисту очень красивый гол. Испанец получил мяч от Месси и нанес мощный удар с 20 метров. Брэд Гузан много спасал свою команду, но удар Альбы был слишком хорош. Интер вновь впереди. За 15 минут до конца основного времени хороший дальний удар наносил Силва, который как раз заменил Миранчука, но мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги. Это был единственный опасный момент Атланты во втором тайме. Матч закончился со счетом 2 к 1. Была ли ошибка замена Миранчука в перерыве? Кажется, что да. В предыдущем матче с Интером он тоже был не очень заметен, но сумел создать гол из ничего в конце встречи и принес своей команде ничью. В этот раз Атланта вновь проигрывала 1 к 2, но россиянина на поле уже не было. С другой стороны, робу Валентина можно посочувствовать. Еще в первом тайме он потерял двух игроков основы из-за травм, необходима была срочная перестройка. Посмотрим, найдет ли тренер Атланта нужную формулу к ответной игре. Она пройдет 2 ноября.